Снова поворот, осторожней шансон Русская формула в Петербурге Программа для тех, кто за рулём Меня зовут Гарик Веселков, нахожусь, как всегда, территориально в Петербургской студии Русского радио Но, тем не менее, приветствую также и слушателей радио «Русский шансон», а также зрителей регионального телевидения Которые могут наблюдать на экранах своих телевизоров действия, которые обозваны Русской формулой в Петербурге Сегодня именно я веду из студии эти соревнования с улицы или с места действия А точнее, наверное, из салона одного из наших автомобилей Комментируем всё происходящее будет Александр Фрумин Поддерживать с ним связь мы будем, опять же, посредством радиотелефонии от Дельта Телеком Но, что касается нашего гостя, за коим вам и придётся гоняться на протяжении ближайшего эфирного часа То его, как всегда, представит Александр Прямо сейчас передаю слово Александру Фрумину Саша, здравствуй Что касается команды, то она обычная То есть мы опять, естественно, на трёх автомобилях Практически там уже на трёх машинах Перед нами, за что мы всегда благодарим Машина главного управления инспекции безопасного движения Главный наш студия, замечательный Борис Гагаринов Находится на боевом посту и, так сказать, надзирает за русской формулой в Питере Вот уже четвёртый год Непосредственно наши автомашины Вольво С70 и новенькое наше приобретение Нубира Очень красивый корейский автомобиль Самая, кстати, последняя разработка концерна Део Это вот наше последнее приобретение Машина уже сколько? Почти месяц ходит на русскую формулу Три недели, по-моему, да, находит, Гарик? А вот, это вот наши машины служебные Объединительных русских каналов Ну и вот я уже сказал, что Штыри автомобиля наших радиослушателей Замыкающих пока в колонии идёт автобус Вот, замечательный Это автобус или грузовой автомобиль? Ну, это, ну как сказать Ну, это грузовой такой автобус А, понятно, грузовой автобус Ну, в общем, не для переводки пассажиров А для переводки бутылок С той торговой маркой, которую мы называть не будем Кстати, хотелось бы знать Он порожне постоянно принимает участие в наших гонках Или с каким-то наполнением? А вот надо вот выяснить, как это То есть, с пилом Балтика мы знаем Что машина принимала участие Вот, и, в общем, там было пиво А вот, это было давно, правда Но угощать вас не пытались, да, на финише? Нет, один раз было, да Он имел, очевидно, право на это У него была с собой накладная Мы там расписались И мы из радиостанции купили даже Сколько за бутылок для слушателей? Не хотел я пить, но пятница И к тому ж зашел сосед Он поэт, а значит пьяница Рифмы есть, а денег нет Тресень, говорит, водки для потенции И да, поговорим лотком О судьбе интеллигенции В государстве воровском Как с ним не выпить Бегает, как маятни Глазами горят бенгальские огни Ну, выходные, сами понимаете У мужиков критические дни По российской по традиции Пили много наповал Он надрался до кондиции А потом запричитал Ой же, сироты, мы сироты Это ж при живой стране Да чего же эти пироды Толерантные ко мне Глянь, как они за родину родели Перестроили бардак в бордель И совсем бедняги похудели Но без буквы П и буквы Д Похудели, похудели, похудели Но без буквы П и буквы Д Не по лжи я жил как следует Был горой за них всегда И на каждом референдуме Отвечал Да, да, нет, да Где ж вы, бедные иллюзии Либеральные мои Так реформами кантузяла Что нет напора у струи Уже стемнело мы Прилично с ним натрескались И наливали мимо рюмок наугад Он все шумел, косил Под Чернышевского Что делать, блин, и кто, блин, виноват Он сказал Вставай такой сякой И пошли мы за ним в народ Он с ненормативной лексикой Словно с песней шел вперед Где кричал культурная общественность Вновь по кухням Вновь молчит Сохранить хотите девственность И оргазм получить так не бывает Он написал на здании Тайной канцелярии Даешь капитализм С человеческим лицом Пририсовал зачем-то гениталии В кубистском стиле Хренов Пикассо Мы с ним за полночь пришли домой В коридоре я усынул без сил Тут жена спросила Что со мной И сосед ей объяснил Видишь ли, говорит, в стране тенденция Просто стыдно, говори Спит теперь интеллигенция Ну а так как нету Герцена Значит некому будить А жена говорит Я вам гадом буду Герценом И эсеркою Каплан И Чубайсом вместе с Ельциным Марш мерзавцы по углам У жены я спрашивал Где вы, моя любимая Мне жена ответила Скалкой между глаз А я у скалки спрашивал Где мое любимое В общем, выпил лишнего Скорбный мой рассказ Вновь подойдет к концу Теделя быстротечная Пойду к соседу Вот он будет рад И да решаем мы Вопросы вечные Что делать, блин? И кто, блин, виноват? Программа «Русская форума» в Петербурге Александр Фрумин прямо сейчас на связи С последними известиями с фронта Александр? Я хочу сказать, что постоянный, Гарик, наши участники В основном участник Он уже находится с нами Явно сегодня претендует На одно из самых первых мест Равно как и еще одна машинка Тоже постоянная, на самом деле Участвующая у нас Постоянно участвующая у нас Это автомобильчик Который 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 Является небольшим Ага, нет Отстал, отстал, отстал Отстал, да И что очень приятно Вот Тимур как раз Мне показывает С вами в нос Наш постоянный велосипедист, Гарик Ты представляешь? Вот То есть еще был грузовичок Но что-то я его вот сейчас не вижу А вот велосипедист справа Представляет Такой весь красивый Желтый Желтый он Давненько не было Давненько не было Он же там записочку оставлял Когда мы праздновали с тобой Гарик Помнишь Серьезно? В ресторане Стрельно Да Записку? Да Когда мы были в ресторане Стрельно Был ровный эфир Во всем трехлетие нашей передачи И вот он туда заезжал до эфира И оставил там записочку Сообщив этой записочке нам Что он обязательно будет ездить Но почему-то начинает с осени А, понятно Я думал Что у нас погодный велосипедист Мы знаем Он же с тобой зимой ездил Но вот сегодня Первый осенний заезд Нашего замечательного велосипедиста Вот он справа находится Что касается места финиша Поскольку половина часа Я всегда называю В половине часа Никак не позднее место финиша То финиш наш будет сегодня На Дворцовой площади На Дворцовой площади Поэтому Если вы хотите встретиться Замечательным Тимуром Шаумом Если вы хотите Естественно Сфотографироваться с ним Боль Ага Вот грузовая машинка Ахахаха Вот она Градет Он не уехал Она от нас Но мы не будем называть Какой торговой марке Принадлежит Товар Который эта машина разводит Поскольку это Торговая марка Американская Во-первых Да Она не платит нам за рекламу Кстати И вообще Она нам чужда Эта марка Вот хотя все ее пьем Да Но безалкогольная Сразу скажу Поэтому Гарик Мы не будем говорить Какая Но Человек за рулем хороший Вот А машина Форд Транзит Причем здоровый Такой Большой Форд Транзит Даже там Четыре автомобиля За нами И двигаемся мы На самом деле На Дворцовую Да, Гарик Вот туда То есть в сторону Самой большой Автопарковки Города Да Ну в общем да Янодзавская В принципе запрещена Но на самом деле Ради Тимура Шауа Будет сделано исключение На несколько минут И поэтому Там будем мы Все мы жили Как умели Все крутились Как могли Нас тихонечко Имели Мы привыкли В ритм Вошли Зажали Спустились Люни Позабыли Где живем И тут нам Смачно Саданули По промежности Серпом Ой И закудахтала Держава А игра Вет Сыть Бела дня Но Поздно Одеяло Убежало Улетело По ростыням У меня Внутри Буквально Психосоциальный Слом Раньше думал О сакральном Сейчас Все больше О съестном Опять Все то же И рожи Все те же Невежи Привычный Обычный Кретинизм Все та же Лажа И дело Здесь даже Не в деньгах Верните Мне твари Оптимизм Кабы напечь Залечь бы Мне бы Да послушать Бы Сверчка Но Над всей Испанией Безоблачное Небо И над Россией Уже Не облачка Птица Тройка Прет По кочкам Пьяный Кучер Батагом Лупит Коников По почкам И орет Простеп Кругом Я Хотел Развеселиться В телевизор Нос уткнул А там Вульгарная Певица Воет Словно На луну Хаос Мрак Зеленый Скачет Урки Мочат Всех Подряд А банкиры Тоже Плачут Но есть Изблюдца Не хотят Слон Играет На баяне Олигарх Ворует Кур Здесь Сужается Сознание Расширяется Абсурд Да сколько Можно Похоже На то Что Возможно Мы пьем Спиртное Запоем Но Наш Бронепоезд Опять Стоит Подлец Во всей Красе Скоро К нам Придут Метели Стая Метели Метели Абсурд Абсурд Порвемся До чего Там Что ж Совсем Дурные Мы Начинай С нуля По сотах Кто мне Даст Пять штук Взаймы Напоминаю О том Что вы Наблюдаете За процессом Или может быть Даже Участвуйте В процессе Очередных Автогонок Русская форума В Петербурге Что на двух Радиоканалах Русская радио Радио Русские шансоны На региональном телевидении И конечно же На улицах Нашей северной Столицы Меня зовут Гарик Исилков Сегодня мне Руководить всем Этим действием Помогает Как всегда Александр Фруин Которому я Опять же Передаю слово Александр Ты меня слышишь Гарик Да То есть Насколько я понял Уже состоялся Наш финиш Ну да Да Состоялся И нас тут Много очень собралось Ну на самом деле Радио слушатели Опытные То сказать Радио слушатели Участников Они сообразили Что мы Часть так сказать Эфирного времени Честно говоря Никуда с того не двигались Вот Потому что Нам все это Помешали пробочки И поэтому Люди Ждали нас Подъездов Гварцовой площади Как вы слышали И в рекордно Короткий срок Нас нашли Вот Сегодня очень много Новых Что такое Вова Вова Да и у нас Сегодня Инвалид участник Да Но причем За рулем Тебя никто не привез Да Я тебя Залёшье brakeol før А сейчас Борис Борис Валентинович Гагаринов Борис Валентинович Борис Валентинович Селез переговор С велосипедистом Он проверяет Его документы Борис Валентинович Ну собственно Слава тебе Слава тебе Поскольку Вот Селез господь З although Борис Валентинович Борис Гагаринов Главный Sci-pu Еще не работает Самое главное У велосипедиста Проверить наличие Оттечки А также Огнетушителя Я так думаю Отойдись Послушай меня Борис Валентинович, вам слово, здравствуйте. Это серьезная большая проблема, которая решается и правительством города, и органами ГИБДД. Ну, это, естественно, надо делать, так как поклонников здорового образа жизни и экологически чистого транспорта становится в городе все больше и больше. Ну, а хочу его поздравить сейчас и передать трубку нашему дорогому и любимому другу Александру. Спасибо, Борис Валентинович, спасибо. Ну, собственно, Борис Валентинович, я все сказал, а Вова, Вова, сегодня пытался выхватить приз в виде лазерного компакт-диска Тимура Шаева даже несколько раньше, чем главный судья признал его победителем. Ну, собственно, на самом деле Тимур, он хорошо очень подготовился. У него, кроме компакт-дисков, вот первый мы уже Вова подарили, да? Вот, секунду. А, сейчас, сейчас, сейчас. Дороженько. Так, у нас еще и видеокассеты, и еще. Так, значит, кто же, кто же... А по той причине, что здесь просто-напросто нельзя стоять, нельзя. Так, что, Борис Валентинович, велосипедисту, велосипедист наш замечательный, получает лазерный компакт-диск. Дорог. И БДД. И сейчас мы у него спросят, почему же, почему же он сделал такой большой перерыв? Ну, и... Лето. Перерыв заключался в летних отпусках, в смене режима работы. Вот. Ну, а так, все замечательно. Спасибо. Кстати, по-моему, вас зовут Александр тоже, да? Нет, Андрей. Ой, Андрей, Андрей, извините, ради бога, Андрей, вы на том же велосипеде, на котором принимали участие раньше в наших заездах или уже сменили следствие? Нет, я сменил велосипед, предыдущий, я за рейми гонок убил, но сейчас у меня более мощный, более проходимый велосипед. Что за модель, Андрей? Модель не знаю, он сделан в Финляндии, марка на нем не написана, не могу сказать. Понятно, то есть практически безродный. Не надо. Безродный, но крепкий. Очень крепкий. Андрей, желаю вам удачи в наших дальнейших соревнованиях. Насколько я знаю, вы принимали участие даже поздней осени, практически под снегом вы катались на гонках русской формулы в Петербурге. Нет, я катаюсь круглогодично, поэтому... Ну, тогда, значит, еще услышимся. Счастливо, Андрей, привет семье и удачи вам на дорогах Санкт-Петербурга. Удачи, удачи слушателям. Я пытался спросить Андрея, пока я с ним общался, говорит, будет ли он на русской формуле зимой, потому что у нас есть замечательные зимние съемки. Но он говорит, что будет, да, что зимой будет. Он правильно имеет непосредственно от нас звание всепогодный формулист-велосипедист. Кстати, он единственный всепогодный формулист-велосипедист. Он поставит колеса с шипами и вперед, видимо. Или с цепями. Ну, собственно, нет, то есть, то потворение вокруг Тимура Шалова. Ну, вот я сейчас буду вручать приз не первому, но постоянному и любимому нами Александру Вязевскому, человеку, который не пропустил ни одного заезда русской формулы за три с лишним года нашего прямого эфира. Саня, я берег для тебя, ты был не первый, но сегодня и мы за пробок задержались. Вот тебе кассета Тимура замечательная, так, и вот женщины, женщины у нас есть, женщины. Так, ну вот в машине, вот женщинам, 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 мы дарим. Подари, вот тебе подарили уже компакт-дис, подожди. Конечно, во-первых, это той самой торговой марки, да, вот будет называться «Бесправо на ошибку кино». Вот, так, а это... Во вторую, подари мне. Нет, во-вторых, мы представили, дважды держи. Дамам, дамам, а тебе подарили, значит, компакт-дис, да, дамам. Мы дарим женщинам, Григорий, просто засвидетель, что мы очень любим женщин, хотя нас вызывают мужской радиостанцией, потому что вам такая вещательная кассета, компания «Варус Видео», и еще у нас есть дама, у нас есть еще дама, да? Так, вы скромно не вышли из машины, поэтому я решил выйти к вам. Она такая замечательная фэнтези «Сердце дракона». А вы первый раз принимаете участие? Да, первый раз. Первый раз, да? Как вас зовут? Сюда. Ну, вы приехали, я смотрю, в качестве пассажира, да? Да, я приехала с мужем. Я приехала с мужем. А, супруг, он принимал раньше участие? Да, конечно, он уже не первый раз ездит с вами. А вы приехали в первый раз, да? Я приехала в первый раз. Ну, и как вам мужские забавы, машины? Очень интересно, мне очень понравилось. Ну, видимо, жена решила на самом деле лично проверить. Спасибо, спасибо, спасибо огромное, спасибо. Ну, вот две только участницы у нас сегодня, но мы, так сказать, постарались вас особым образом примирать. Спасибо огромное вам за участие, будем вас еще ждать. Итак, Тимур, ваши пожелания и нежные слова, прощания, как всегда, под занавес русской формулы в Петербурге. Да, Гарик, ну, счастья, здоровья, хороших дорог, отсутствие пробок, отсутствие террористов, хорошей погоды, я не знаю, все, что можно пожелать вашему замечательному городу. Мы с товарищем катались заперед-перед-назад. Громко пели халли-гали, позабы про тормоза. Мы на красный проезжали, вслед вестел нам постовой, но только наше халли-гали раздавалось над Москвой. Круто газу поддавали и орали халли-гали. Халли-гали, халли-гали за рулем. Мы не спали, не бухали, пели только об одном. Халли-гали, халли-гали за рулем. Две девчонки нам махали, мы решили подвезем. Вместе спели халли-гали, халли-гали четвером. А когда мы к ним пристали, стали жарко целовать, Тут девчонки закричали, руки прочь, не тантовать. А чего ж вы нам махали, все девчонки халли-гали. Халли-гали, халли-гали за рулем. Вы хотели буги-вуги? Нет, любезные подруг. Халли-гали, халли-гали за рулем. Оль! Халли-гали и Тимур Шау в сегодняшней программе Русская формула. В Петербурге. Я слепой, мой друг без руки, мы катаемся вдвоем. Где по слуху, где по нюху, но дорогу мы найдем. Как-то нас менты поймали, приказали. Выходи! Мы сказали халли-гали, мы из формулы один. Две у вас проходят ралли, мы устроим халли-гали. Халли-гали, халли-гали за рулем. Заберем права вначале, а потом еще споем. Халли-гали, халли-гали за рулем. Халли-гали, халли-гали за рулем. Халли-гали, халли-гали за рулем. Халли-гали, халли-гали за рулем.